Огонь мести Дженгиза не гаснет, Синан делает то, что говорит Ченгиз, чтобы не подвергать Зенеп риску. Он идет один на склад, где прячется Дженгиз, никому не сказав. Зрелище, с которым он сталкивается, поражает его воображение. Он видит Зенеп на табурете с веревкой на шее. Единственное, о чем он может думать в этот момент, это спасти жену от веревки. Когда он поворачивается к Зенеп, как и планировал Ченгиз, тот падает в обморок от удара по голове. Дженгиз снова сделал то же самое и поймал Синана в его самом слабом месте. Когда Синан приходит в себя, он видит Зенеп, неподвижно лежащую на земле. Пока Зенеп борется за свою жизнь и смерть, руки Синана связаны рядом с ней. Он испытывает глубокую боль от того, что просто смотрит на своего любимого человека и не может ему помочь. Даже этой болезненной сцены будет недостаточно, чтобы погасить огонь мести Ченгиза. Он полон решимости положить всему конец, убив Зенеп, Синан и, наконец, себя на этом складе. После Зенеп похищение Синана мобилизовало всех. Исчезновение Синана после похищения Зенеп заставляет всех думать о Ченгизе, но найти их не так-то просто. Все мобилизуются, чтобы найти их. Несомненно, больше всего в этом процессе страдают матери. В Джахиде, который все еще обижен на Генюля и Зенеп, становится несчастным. Беда, которую они несут в своих сердцах, гораздо больше, чем та, что кажется. Настолько, что со временем кто-то становится не в состоянии нести это бремя. Шуле чувствует себя совсем одиноким. Шуле понимает, что Ченгиз все бросил и сжег все корабли. Он чувствует себя одиноким в жизни. Это пошатнет весь его баланс и вызовет безрассудное поведение. Мгновенные решения, которые он принимает, затрагивают не только его собственную жизнь, но и жизни всех, кто его окружает. Произошедшие весьма печальные события, несомненно, затронут Турну. С одной стороны, бред Шуле, а с другой, похищение Зенеп, которое может закончиться смертью. Малышку ждет очень трудный процесс. План Ченгиза по убийству Зенеп и Синана в определенной степени сработает идеально. И в конце концов наступает момент, когда дыхание задерживается и время останавливается. Кто-то потеряет твою жизнь, но кто? Ченгиз, который считает Синана ответственным за закрытие его бизнеса и плохие вещи, происходящее в его жизни, задерживает Зенеп, чтобы отомстить. Отсутствие Зенеп, укрывшийся дома, беспокоит Айсель. Наконец, он звонит Генюлю. Генюл начинает беспокоиться о ситуации. Он также звонит Синану. Но Синан не знает, где находится Зенеп. Синан немедленно начинает искать Зенеп и сначала отправляется в Шуле. Но он ничего не может найти. Пока все пытаются убедить друг друга в Зенеп, Дженгиз звонит Синану. Он говорит, что он с Зенеп. Синан очень зол. Он спрашивает, чего он хочет для Зенеп. Что касается Ченгиза, то он ничего не хочет взамен Зенеп. Он просто хочет, чтобы с ними обоими случилось что-то плохое. Кахиде также сообщили, что Зенеп нет рядом. Всем грустно. Пока Синан работает с полицией, чтобы найти Зенеп, Генюль пытается найти что-нибудь для Белкис. Его вызывают для дачи показаний по поводу похищения в Шуле. Таким образом, Турна тоже узнала о ситуации. Турна очень расстроена этой ситуацией и обращается за помощью к Кахидесу. Задержанная Зенеп слишком проницательна, чтобы легко сдаться Ченгизу. Но со временем сопротивление Зенеп уменьшается, поскольку Дженгиз оказывает на нее давление. Когда Зенеп узнает настоящую цель Дженгиза, она начинает бояться. Цель Ченгиза – покончить с собой на глазах у Зенеп, заставив Синана прийти. После этого он убьет Синана. Видя, насколько решителен Дженгиз, Зенеп начинает пугаться еще больше. Кроме того, перед лицом красоты Зенеп Ченгиз обратился к разным тенденциям. Желая разозлить Синана, Дженгиз отправляет Синану тревожную фотографию Зенеп. Синан сходит с ума, но он видит, что благодаря этой картине они смогут добраться до Ченгиза. Синан также мобилизует полицию. В конце концов, телефон Дженгиза удалось найти. Синан и полиция немедленно готовятся к операции. Как только Дженгиз приблизился к Зенеп, они провели обыск по следу, идущему от телефона. Однако здесь Синана ждет неприятный сюрприз. Поймет ли Сарпа Мелисса? Хотя Сарпу не нравится, что именно Лейла организует его свадьбу, Лейла злится, когда узнает, что ее свадьбу будет вести мужчина, бросивший ее на свадьбе. Лейле становится настолько не по себе, что она хочет подать в отставку, но женщина ее даже не слушает. Затем он пытается связаться с ним, но тот ушел. Лейла сообщает родителям, что уйдет с работы и возглавит пекарню. Его отец очень счастлив. Может в сериалах «Хороший день» и «Плохой день», транслируемых на звездных экранах. Он видит хаос и хочет поговорить с Лейлой и успокоить ее, но ему это не удается. Сарп тоже хочет поговорить, но не может, потому что девушка злится. Он также встречается и разговаривает с Седой. В компанию приходит мать Сарпа Перихан. Джан очень старается не видеть Лейлу. Перихан, пришедшая навестить Аслы Хан, приглашает их к себе на ужин в тот же вечер. Хотя он готовит что-то из каждого региона, чтобы меню было разнообразным, на десерт он настаивает на выпечке лас. Она идет в пекарню Халила, не зная, что он отец Лейлы, потому что слышала, что это лучшая пекарня в Стамбуле. Брат Мелиссы понимает, что Арди нравится Лейла и говорит ему об этом. Чтобы привлечь Лейлу, он советует ей сохранить хорошее отношение с ее лучшей подругой Седой. Перихан, отец Мелиссы Бюлент, проникает в сознание своей девушки Есимин и предлагает ей родить ребенка. Есимин также рассказывает Бюленту. Мужчина в замешательстве телефон Сарпа весь день выключен. Она считает это работой, но Мелисса все еще задается вопросом. Ужин начинается в доме матери Перихана. Все там, Сарп немного опоздал. Во время трапезы между матерями происходят небольшие драки из-за свадебного меню. В тот момент, когда Мелисса почти видит фотографии себя и Лейлы в комнате Сарпа, приходит ее парень. Халил готовит выпечку на ужин. Сарп убегает в последний момент незамеченным. Сарп идет в дом Лейлы, чтобы поговорить с ней. Девушка думает, что он Адам, и поливает его мукой. Сарп заставляет его сесть в машину. Когда они спорят, Лейла уходит. Когда Сарп случайно ударил девушку, у него пошла кровь из колена. Берут ватную настойку йода и делают повязку. Он просит ее передать свадебную работу кому-нибудь другому. На следующий день, когда Аслы-хан нет в компании, Сарп, Мелисса и Лейла отправляются искать место для свадьбы. Мелиссе не нравится это место. Он случайно споткнулся на пятки и упал в бассейн. Сарп толкает Лейлу. Несмотря на то, что Лейла теряет кольцо, Сарп гарантирует, что оно будет найдено. Когда они идут в компанию, Сарп идет к госпоже Аслы-хан и говорит ей, что не хочет, чтобы Лейла проводила его свадьбу. Госпожа Аслы-хан предупреждает Лейлу. Лейла начинает спорить с Сарпом, который злится на него за то, что он жалуется на нее в комнате над его офисом. Поскольку Лейла весь день ничего не ела, у нее падает давление и она теряет сознание. Сарп переносит ее на кровать рядом с собой. Пытаясь разбудить девочку, Мелисса зовет ее и приходит туда. Пути Лейлы и Сарпа пересекаются. Лейлу бросил мужчина, которого она любила, пять лет назад в день свадьбы, не сказав ни слова. Сейчас он работает старшим менеджером в компании по организации свадеб. Ее начальник Аслы-хан доволен Лейлой и просит ее организовать свадьбу единственной дочери.